Это все на матч. Мы продолжаем работу в прямом эфире. И как обещала теперь о пляжном футболе, мой коллега Дмитрий Жичкин обстоятельно пообщался с главным тренером сборной России московского локомотива Ильей Леоновым. Давайте послушаем. Здравствуйте. В мировом пляжном футболе стартовал новый сезон уже позади несколько международных турниров клубных. Совсем скоро и сборная России принимает участие в рамках Евролиги. Вот она стартует. Все это великолепие будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем, легендарным пляжным футболистом, чемпионом мира, чемпионом всего на свете, тренером сборной России, тренером московского локомотива Ильей Леоновым. Илья, приветствую. Спасибо, что пришел. Скажи, пожалуйста, что ждешь вообще от начала нового сезона? Какие ожидания? Понятно, что сейчас наш пляжный футбол на неком таком стыке, на переломном моменте. Смена поколений идет в сборной, смена поколений во многих клубах и совершенно по-ному. Наверняка пляжный футбол наш будет выглядеть в самом ближайшем будущем. Да, предстоит тяжелый трудный сезон. Для клубных команд он уже в принципе в самом разгаре. Уже прошли турниры и в Иране, и Евровинерскап. Прототип Лиги Чемпионов прошел уже в Италии. Сезон стартовал уже российский, внутренний. Так что предстоит сборной тяжелейшее соревнование. Это Евролига, где сборная будет участвовать в двух этапах. Это в Москве и в Германии. Надо попасть в шестерку, чтобы в дальнейшем отобраться именно в суперфинал. И, конечно, окончание сезона. Это, как всегда, межконтинентальный кубок в Дубае. Самый представительный в этом году турнир. Ну, давай по порядку. Сначала по клубам пробежимся. Кубок Европейских Чемпионов уже позади. Кристалл, к сожалению, в финале уступил португальской Браге в серии пенальти. Хотя дважды команда из Санкт-Петербурга уже взвоевывала во всех смыслах этот трофей. Чего не хватило на сей раз? И можно ли говорить о том, что этот результат все-таки по игре? Да, к сожалению, российский команд так получилось, что сначала Локомотив в полуфинале уступил Браге. Да, там тоже в напряженнейшем матче. Чуть-чуть не хватило. Но, скажем так, Брага по праву вышла в финал. Да, собрали сильный состав, сильные легионеры из Бразилии. Португальский футболист очень сильный. Но, безусловно, наверное, фаворитом все же в финале считался Санкт-Петербургский Кристалл. В равной борьбе, в равных шансах ребята уступили по пенальти. Опять же, это пляжный футбол. Здесь на последних секундах ошибку допустил бразильский легионер. Это, скажем, заработал пенальти в свои ворота. Брага сравняла счеты и по пенальти переиграла. Но, скажем так, для российских команд все-таки это неудовлетворительный результат. Всегда фавориты именно вот этого соревнования, это именно российские команды. Но Брага второй год подряд уже выиграл этот турнир. Так что, значит, это о многом говорит. Все-таки это уже такой мировой бренд в пляжном футболе. Чуть раньше был у нас розыгрыш так называемого международного кубка, который как раз Кристалл выиграл. Но там состав участников совершенно был другой, во-первых. Плюс ко всему в финале играли против молодежной сборной России. Уверенная победа Кристалла со счетом 3-0. Что это в принципе был за турнир? Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, которые наверняка не совсем в курсе, понимают, для чего этот турнир нужен. Что он дает там уже Кристаллу и другим нашим клубам. Ну, скажем, это такой турнир, хороший представительный турнир в межсезонье, в закрытых помещениях. Да, скажем, в Санкт-Петербурге есть, да, и давно зал построен этот. Приехали команды сборной Турции, сборной Беларуси. То есть такой подготовительный межсезонный турнир. В принципе, где каждая команда ставит задачу все-таки там выиграть. И, да, второй год подряд, благодаря усилиям РФС, в России создана сборная, скажем так, У-23. Она называется, да, скажем, не совсем молодежная, чуть постарше. Все-таки у нас немножко ограничен выбор футболистов. И именно на этом турнире, да, тренерскому штабу сборной России предстояло посмотреть кандидатов, может быть, которые в этом году уже можно будет привлекать в национальную сборную. Где, в принципе, да, мы увидели некоторых новых футболистов, которые очень на себя хорошо заявили. Да, финальный матч с Кристаллом немножко не сложился. Кристалл выиграл, но, наверное, на тот момент другой результат был бы сенсацией. Вот, а так, у сборной ребята проявили себя очень-очень здорово. Обыграли и сборную Турцию, и Самарского крылья Советов, которые именно уже готовились к сезону. Так что результат очень-очень хороший именно для сборной. Несколько слов о чемпионате России. Не так давно он стартовал. У Кристалла, судя по всему, вообще никаких проблем нет. Пять матчей, пять побед. Понятно, что есть статусные футболисты, да, тот же Папортный, тот же Шишин, тот же Коршенинников. Легенды нашего пляжного футбола. Есть бразильцы яркие. Но, тем не менее, неужели и правда некому на равных соперничать с Кристаллом прямо сейчас в чемпионате страны? Да, стартовал первый этап в Санкт-Петербурге. Кристалл показал хорошую игру, провел пять игр и все пять матчей выиграл. Но последний матч, да, могу отметить, был с Локомотивом, да, где я являюсь главным тренером. И все-таки могу сказать, что матч был с небольшим преимуществом на Локомотиве, да. И хороший был напряженнейший матч. Кристалл забил два, да, мы забили один. Ну, то есть для пляжного футбола все-таки не характерный счет. Не хватило нам пару голов. Но Кристалл по праву, да, скажем так, одержал пять побед на своей родной площадке. Все-таки есть там специфика Песка. Он там достаточно глубокий, ребята постоянно там тренируются. Но, думаю, это только все начало, да. Еще предстоит три этапа. Это следующий этап уже в Саратове. По поводу вашего Локомотива. Что происходит с командой? Четыре матча, лишь одна победа. Опять-таки, поражение в Кубке Европейских чемпионов. Внутренние проблемы наверняка одолевают здесь сейчас. Ну, у нас идет смена поколений. Пошли искусственно на омоложение состава, да. Покинули команду Егор Шайков, Юрий Горчинский. Кристалл у нас, да, приобрел двух футболистов этого лучшего футболиста прошлого года. Всего мира этому Урисиню. Максим Чужков, сильнейший вратарь, да, российский, ушел опять же в Кристалл. В Спартак ушли Алексей Макаров и Николай Кашанов. Это все игроки сборной, да, на данный момент. Так что сейчас, на данный момент, у нас некоторая перестройка идет. К концу этапа мы уже стали показывать хорошую игру и матч с Кристаллом тому подтверждение. И, скажем так, с радужными надеждами во второй этап заходим, где опять же четыре напряженнейших матча предстоит. Задача попасть в шестерку, попасть в суперфинал. А там уже будет, там настолько будет все непредсказуемо, я думаю, что чемпионом может любой оказаться из этой шестерки. Теперь о сборной. О сборной России, которая всех, естественно, интересует, которая некоторое время назад нас радовала, конечно же, победами на чемпионате мира, в том числе благодаря вашим классным действиям на площадке. В прошлом сезоне он получился очень нестандартным, непростым, таким, наверное, неоднозначным для нашей национальной команды. Мы, с одной стороны, выиграли Евролигу в пятый раз в своей истории и тем самым догнали и Португалию, и Испанию. Теперь три европейские сборные, так скажем, впереди планеты всей. И в то же время мы очень неудачно выступили на межконтинентальном кубке. Мы впервые остались без наград, без медалей. Давайте сначала по Евролиге. Что ждать в этом сезоне от сборной? На что болельщики вправе рассчитывать в контексте борьбы именно в европейском турнире, в Евролиге? Ну, задача одна для сборной России – это, конечно, победа именно в Евролиге. Да, противоречивый получился прошлый сезон. Скажем так, вступая в новый сезон в прошлом году, мы с Михаилом Ильичем сами не понимали, на что готова эта сборная. Но потихоньку мы раскачались и стали к суперфиналу. Показали очень и очень хорошую, качественную игру. Да, может быть, от нас много голов сейчас не надо ждать, но в защите это настолько надежная игра. И, конечно, там во многом благодаря Максиму Чушкову, который в том году просто был лучший вратарь, на мой взгляд, всего мира. Вот именно в том году мы поэтому и победили. В этом году опять немножко еще будет посложнее. Команды европейские усиляются. Знаю, что португальская сборная опять натурализует еще нескольких бразильцев. То есть они из года в год все-таки это делают, так как выбор даже у сборной Португалии где-то ограничен в пляжном футболе. Все-таки у бразильцев он, скажем так, не ограничен. Я думаю, что это будет самый главный соперник. Но также нельзя не отметить и сборную Белоруссии, и сборную Италии, которые всегда на самом высочайшем уровне.